А мы начнем с темы, которая, конечно же, является главной не только в нашем городе, но и во всем мире. Тема коронавируса и связанная с этим вирусом то ли самоизоляция, то ли карантин, то ли что. На эту тему разные рассуждения есть, но так или иначе указ главы республики вступил в силу. Из 20 часов вчерашнего дня гражданам настоятельно не рекомендуется выходить на улицу, ну там за редкими исключениями. Вот что вы думаете по поводу, скажем так, организационно-правовой формы всей этой истории? Да, здесь, конечно, больше всего вопросов не по содержанию этого документа и подобных документов на других территориях в России. То есть напомню, что где-то порядка 18 уже, по-моему, или уже на данный момент больше регионов предприняли аналогичные меры. То есть они все идут под копирку, то есть тут есть определенный центр принятия решений, рекомендации федерального центра, они примерно все одинаковые. Так вот, уже много регионов это все приняло, и вопросы не к содержанию, а к форме. Потому что с точки зрения юридической силы очень много вопросов к этим указам. То есть они во многом противоречат некоторым другим законным нормам, которые существуют у нас. Это и Конституция, и Административный кодекс, и многие-многие вещи. То есть во многом эти документы противоречат и фундаментальным правам человека, которые пока все еще у нас действуют, хоть и просроченные в Российской Федерации. Соответственно, значит, эти вопросы, ну, задают юристы. Комизм ситуации в том, что, ну, вот, все вот это происходит, в общем-то, под непосредственным руководством и исходит в основном от юристов. То есть у нас и Путин юрист, и Хабиров юрист. И вот эти все действия, они вот как-то вот особенно подозрительны от того, что это действительно профессиональные юристы, ну, нам так хочется думать, да, которые принимают вот такие решения. Ну, вопросы, в первую очередь, конечно, у граждан практически, да. То есть я вышел на улицу, как и что я должен объяснять там патрульному полицейскому, если он вдруг подойдет и начнет задавать вопросы, да. Должен ли я иметь с собой паспорт? Должен, вроде как. Ключевое слово должен. Нет, у нас нет ни одной законодательной нормы, которая бы говорила о том, что человек должен иметь с собой паспорт. Он его может иметь, это может быть рекомендовано. Вот пресс-секретарь МВД на последнем брифинге действительно очень верно сформулировал, он сказал, мы все-таки рекомендуем. Ну, это действительно, ну, с точки зрения практической, например, облегчит взаимодействие гражданина и полицейского. Но гражданин не обязан носить с собой паспорт. Он его обязан иметь, когда он пересекает границу, там, когда он делает какие-то действия регистрационные, там, выходит замуж, там, или еще что-то делает, он должен предъявлять паспорт. А вот просто выходить на улицу с паспортом, и, собственно, вот это было прописано в этом указе о том, что нужно мусор выносить с паспортом, да, это особенно смешно. То есть, ну, с точки зрения формального права. Вот этих вопросов много. И, к сожалению, власти сейчас детально не разъясняют вот эти аспекты. То есть, людей интересуют очень четкие, понятные, практические вещи. Я сел на машину и поехал сегодня на радио «Эхо Москвы». Я нарушил указ. Что мне за это будет? Вот у меня такие вопросы. Я не знаю. То есть, вот сейчас я приехал на радио «Эхо Москвы». Вроде как радио «Эхо Москвы» это нужно, и мне тоже нужно. И я это делаю не для, там, веселья, еще для чего-то, да? Но я имел право это сделать? Или еще пока мои права в этом смысле не ограничены? Но в указе такие есть и непрописанные, как поехать на радио «Эхо Москвы». Хорошо. А что такое ближайший магазин? В 150 метрах от дома. Нет, а если его нет в 150 метрах от дома? То, значит, где-то я видел разъяснение, что можно и дальше поехать, а там уже... От кого это разъяснение? Вот давайте формулируем... Если вы юристы, я обращаюсь вот к этим юристам, да? То есть, у кого там не только папа юрист, но и которые сами юристы. Вот вы тогда действуете юридически выверенно. Объясните мне, от моего дома есть несколько магазинов. Я, правда, не измерял расстояние, да? Ни 150 метров, ни 200, я не знаю. В какой из них я должен ходить или я могу выбирать? Вот я не юрист, но я читал, опять же, мнение юристов и разъяснение политологов даже, да, федеральных в том числе, что как раз вот в этом и кроется вся суть, что не вводится режим чрезвычайного положения на федеральном уровне или чрезвычайной ситуации на региональных уровнях, чтобы как раз вот эти все вещи можно было жестко не выполнять. Для чего это делается, это отдельный вопрос, но вот то, что это делается именно для того, чтобы можно было не выполнять, вроде как все согласны. Ну, да, кто-то из классиков говорил, что жесткость законов в России компенсируется необязательностью исполнения, но здесь действительно в последнее время вот эта тенденция серой зоны в юридических вопросах в России, она вот буквально нарастает. То есть и Путин, и региональные власти уже от раза к разу принимают какие-то решения, какие-то документы, какие-то, значит, указы, которые, ну, мягко говоря, не вполне понятны с точки зрения юридической. То есть начиная с этого странного голосования, которое не имеет никакого статуса де юра, и заканчивая вот этими вот указами. То есть это манера власти последнего времени. То есть возвращаясь к ЧС или к, значит, ЧП, да, то есть чрезвычайное положение на федеральном уровне или чрезвычайной ситуации на региональном, власти панически боятся вводить эти нормы, потому что они влекут за собой колоссальные последствия, в том числе для самой власти. Я имею в виду обязательства, которые по закону ОЧС и ЧП они должны будут исполнять. А есть ощущение того, что, например, даже в силовом аспекте власти, нынешние власти России, не в состоянии обеспечить вот эти все регламенты. То есть у нас недостаточно квалификации и количества полицейских. У нас недостаточно квалификации и количества розгвардейцев, которые могли бы, например, эффективно контролировать какие-то вот такие сложные территории, как, например, миллионный город. То есть, более того, тут большие проблемы с компетенциями. То есть вот когда в Израиле случилась вот эта же история, и там стали использовать в том числе и военные объединения для некоторых функций, там же был четко уже понятный алгоритм, они уже давно знают, как это делать. У нас этих компетенций у силовиков нет. То есть вот сейчас даем задачу взять под контроль какую-то территорию, но без каких-то разрушительных действий, бомбежек и, значит, ввода войск, наверное, у них ничего не получится. То есть потому что, ну, действительно не умеют. А может быть так правильно? Смотрите, с одной стороны, над людьми заботятся, да, то есть, соответственно, предлагают людям дома сидеть, соответственно, не распространять болезнь. С другой стороны, особо каких-то жестких мер применяться не будет. То есть, в принципе, все для людей делается. Нет, безусловно, начнем с того, что мы не знаем, как правильно. Вот сейчас мы внимательно наблюдаем за опытами разных стран, очень разные подходы, по-разному. То есть Германия мягкие меры, Израиль очень жесткие меры, значит, Франция достаточно жесткие меры, Британия не очень жесткие меры, там, Япония колоссальной жесткости меры, Южная Корея тоже, значит, Китай вплоть до использования вооруженных, формирования и прочих вещей, да. Очень разные подходы, очень разные результаты. Вот Италия доигралась со своей беспечностью до такого результата, который она имеет сейчас, и мы пока не видим, не можем дать оценку, действительно, вот это было правильно. Потому что тут же еще есть некий баланс между, ну вот, действительно, задачей государства спасения жизней, обеспечения вот этого, значит, правопорядка и прочих вещей, и тем ущербом, которые будут нанесены и стране, и экономике, и непосредственно гражданам тоже в результате вот этих мер. Потому что если мы завтра закроем все, то послезавтра нам будет нечего есть. Это прекрасно все понимают, и вот некоторые страны, ну, некоторые делают это комично, кто-то делает это, ну, не смешно и, в общем-то, где-то прагматично, то есть, ну, они вот, например, там, Туркменистан отрицает вообще существование коронавируса, а Лукашенко сказал о том, что, ну, те угрозы, которые существуют для экономики Белоруссии, они страшнее для Белоруссии, чем угрозы коронавируса. Вот два подхода, да? Есть третий, четвертый подход. То есть тут говорить, что правильно, я не знаю, пока, наверное, никто не возьмется, по результатам будет видно. Ну, опять-таки, на ваш взгляд, если я правильно понимаю, вот тот способ принятия мер, который выбрала наша страна, продиктован прежде политическими соображениями, нежели соображениями борьбы непосредственно с коронавирусом? Или не совсем? Не вполне, нет. Дело в том, что административная система России вообще не готова к серьезным вызовам и к серьезным действиям. То есть все, на что заточена эта система, то есть она находится в такой достаточно глубокой деградации, я имею в виду и функционал, и ее наполнение, что серьезных вызовов она не выдержит. Соответственно, здесь нужно либо симулировать, либо уклоняться в этой ситуации. То есть всерьез бороться с какой-то проблемой система не может. Ну, собственно, мы и наблюдаем. И симуляцию, и уклонение, вот на данный момент. С другой стороны, значит, ну вот я не могу утверждать, но могу предполагать о том, что есть и вот эта концепция о том, что не принимая каких-то резких мер и минимизируя экономический ущерб, можно будет проскочить как бы между этими струйками. Ну, смотрите, я вот как бы вынужден не согласиться. Вот где же симуляция? Если, по крайней мере, говорить про региональные власти. То есть за брифингом люди работают круглосуточно, на них лица уже нет. Ну, то есть меры принимаются, предлагаются конкретные меры в плане экономики. 15 миллиардов рублей заложено. Вот я отдельно хотел об этом, в принципе, поговорить. Я к чему? Я к тому, что действий много. И вроде как действительно чувствуется переживание за ситуацию. Ну, переживание к делу не пришьешь, и их нельзя записать в актив, и их нельзя будет есть в дальнейшем. Если Максим Васильевич Забелин очень переживает за всю эту ситуацию, ну, это хорошо, то есть по-человечески, но как функция это не работает. Переживание – это не функция чиновника. Вот. Но на самом деле речь идет о том, что мы, имея полуразрушенную систему здравоохранения, сейчас, например, в пожарном порядке пытаемся делать какие-то экстренные меры, да, там, пытаемся строить госпитали, пытаемся освобождать какие-то больницы под эти госпитали, тем самым обнуляя плановую медицину, которая была запланирована, кстати говоря, это одно из последствий для общества, и то, что, ну, не будет оказана медицинская помощь очень многим людям, которая была запланирована. Разве кто-то сказал, что другие болезни теперь у нас на время остановились? Люди перестали заражаться иными инфекционными болезнями, или, например, там, сердечно-сосудистые болезни, желудочные, кишечные и прочее, прочее. Разве они у нас отменились? Нет, конечно, уровень заболеваемости остался тот же. Соответственно, ну, говорить о том, что это избыточные, какие-то там чрезвычайные меры, нет. Это меры, которые только они могут быть приняты. К сожалению, в России мы ограничены теми возможностями, которые мы получили вот на фоне вот этого вот достаточно плохого уровня и медицины, и социальной сферы, и, собственно, администрирования. Но вы согласны с тем, что, в принципе, вот идея самоизоляции правильная? Что правильно сейчас не ходить на работу, сидеть дома, не посещать какие-то общественные места? Это, в принципе, правильно? Ну, как начинающий вирусолог, я скажу следующее. То есть мы же теперь все вирусологи, да? Значит, до этого мы были фондовыми аналитиками, сейчас мы все вирусологи. Так вот, как начинающий вирусолог, я скажу такую вещь. Абсолютно правильная доктрина — это растягивание во времени темпов заболеваемости. То есть это единственное, что можно сделать для вырабатывания, значит, иммунитета популяции. То, к чему мы идем вот в конечном итоге. То есть все вот эти вирусы гасятся и заканчиваются пандемией именно на момент выработки вот этого иммунитета популяции. Для этого нужно растянуть во времени. То есть вот давайте моделировать на цифрах, да? У нас там порядка 2700 коек всего, в том числе штатных и заготовленных, которые вот Забелин сейчас подготовил. Если у нас одномоментно появится, скажем, там 3,5-4 тысячи заболевших, система схлопнется. Если Максим Васильевич сможет растянуть во времени количество заболевших, то есть если их будет поступать и выписываться, а сейчас уже начались выздоровления, то есть вот, скажем, там 300 поступило, 200 выписалось, 300 поступило, 200 выписалось, а потом 300 поступило и 300 выписалось, то есть, ну, естественно, плато наступит. Вот это будет большой успех. Вот дело в том, что Незабелин никакой другой министр вообще в мире не может победить этот вирус с точки зрения его остановки. Можно только регулировать темпы. Ну, вот это да. И в этом смысле самоизоляция и вообще разъединение и уменьшение контактов – это абсолютно верная вещь. То есть основная цель – снизить количество зараженных одним больным. То есть одно дело, когда он приходит на футбольный матч и заражает там сотни людей, а они, в свою очередь, тоже сотни, вот это экспонента. А другое дело, когда он, условно говоря, ну, все-таки заразил там свою супругу, условно говоря, да? То есть и вот эта ячейка, она замкнулась. Вот это разные результаты. Вот к этому идет, ну, вот эта вот медицина изоляции, да? То есть тут, в принципе, конечно, самоизоляция, безусловно, даст и свой эффект. Ну, и вокруг всего этого есть конкретные, как бы, истории. Вот, например, предложено муниципалитетам, в частности, руководству УФИ, определить там круг лиц, которые могут, несмотря ни на что, передвигаться, получая определенные пропуски, да? Вот как вам эта система? Она, насколько, опять же, с точки зрения юридической, правильная? Ну, с юридической точки зрения, я говорю, тут огромный провал. То есть как, на каких основаниях будут пресекать, скажем, перемещение тех, у кого этих пропусков нет? Это главный вопрос. Речь не идет о тех, у кого они есть, речь идет о тех, у кого их нет, этих пропусков. Второе, ну, безусловно, какие-то службы должны работать. Это понятно. То есть это очевидно, ну, и, по сути, это правильное решение. — А ограничение продажи алкоголя вот сегодня еще прозвучало с шести вечера до десяти утра на этом фоне? — Ну, то есть, наоборот, алкоголь будут продавать с десяти утра до шести вечера. — Ну, да-да, в смысле, ограничение на ночное время. — Ну, на мой взгляд, это такая атеистическая реакция, значит, властей. То есть власти понимают, что им нужно делать что-то большое и понятное, а не очень получается. Ну, наивно полагать, что люди целенаправленно, значит, желающие употребить алкоголь не учтут этих ограничений, не приобретут их до шести вечера. Существует версия о том, что, ну, снижая вот этот вот час продажи алкоголя, то есть, ну, условно говоря, ограничивая его продажу ночью, там, поздно вечером и прочее, существует версия о том, что это как бы дает некое снижение, там, вот, негативных последствий по избыточному потреблению алкоголя, да, то есть, как бы, там, люди перестают догоняться, условно говоря, там, не бегут в 11 ночи, там, за третьей бутылкой, ну, и в итоге они как бы, ну, кто-то остался вжив, кто-то там здоровее. Ну, на самом деле, это неподтвержденная теория. На мой взгляд, это скорее популистская такая мера, то есть, вот, вот эта вот показательная забота о нации и так далее. То есть, мы помним историю с запретом алкоголя на Сабантуях, когда в соседних кустах или даже в юрте и даже руководители районов все равно забегали, значит, бахали стакан и дальше продолжали трезвый Сабантуй. Запрет, он уже вызван тем, что есть определенная статистика. Статистика показывает рост продаж, наверное, в эти дни, нет? Ну, я уже это освещал в своем канале насчет роста продажи. Во-первых, рост продаж у нас всегда происходит на фоне безделия. То есть, у нас пик продажи – это новогодние каникулы, значит, всякие вот эти вот длинные выходные, и это абсолютная закономерность наша социальная. Второе – это то, что люди покупают дешевую водку для дезинфекции. Правительство Республики Башкортостан упустило ситуацию с дезинфицирующими следствами, и оно не вправе, на самом деле, людей упрекать за то, что они, люди там, протирают руки продукции башпирта. Соответственно, как бы здесь, ну, это абсолютно неучтенный момент. Действительно, огромное количество водки было куплено в последние недели именно для того, чтобы протирать там поверхности, руки и так далее. Разве это зона ответственности правительства Республики обеспечение средствами в аптеках? Безусловно, конечно. Ну как, вообще-то медицинское обеспечение – это одна из задач и Минздрава, и госпожи Ивановы, и прочих-прочих, вот этих вот всех суперответственных людей. Конечно, не обсуждается. Это их зона ответственности, и они не учли вот этот момент отсутствия и производителей местных, и экстренных поставок, и так далее, и так далее. А как вам видится поведение нашего общества на этом фоне? Вот его проявление, скажем так, отсутствие реакции на тот же самый карантин, люди вечерами гуляют и так далее. Это вот все ожидаемое проявление поведенческие такие элементы, или это как-то вот в новинку вам? Ну, здесь есть несколько механизмов, на мой взгляд, которые вот выявились при этих реакциях. Первое – это то, что заговорили об угрозе существенно раньше, чем она вообще стала визуализироваться. То есть мы говорим-говорим об ужасной эпидемии, но все еще никто не умирает, на улице не лежат трупы. Значит, ну, людям нужно подтверждение визуальное, да, то есть. И когда, ну, какое-то время проходит и ничего не случается, наступает расслабление, да, значит. Ну, это чисто психологическая реакция, к сожалению, она неверная, но люди вот так реагируют. А второе – это, конечно, привычный нигилизм. То есть у нас население настолько готово отрицать любые рекомендации, указания там, даже иногда с наслаждением их нарушать, потому что, ну, так вот, к сожалению, такое общество мы выработали. Но при этом это же самое общество закупает, или, по крайней мере, закупало там ту же гречку. Ну, животное панику никто не отменял. То есть у нас всегда так. То есть как только правительство говорит, все нормально, все успокойтесь, все хорошо, никаких угроз нет, народ бежит за гречкой. Это понятно. Тоже достаточно рефлекторное действие. Ну, оно, причем, оно присуще не только россиянам, это было во всех странах. То есть россияне, которые, в принципе, продолжают поддерживать действующую власть, этой действующей власти не верят и поступают наоборот. Ну, кто-то не верит, кто-то, ну, как бы, относит это к неизбежным катаклизмам, да, и побежал за гречкой, потому что, ну, при чем здесь Путин и гречка, да, то есть вот такие есть рассуждения, ну и прочее. То есть это, повторюсь, это не российская история, это вообще, ну, это обыкновенная психология человека. То есть вот при каких-то угрозах запасайся гречкой, да. То есть американцы там покупали хлопья, русские покупали гречку, значит, там, китайцы рис и, ну и так далее. То есть это нормально абсолютно. Вместе со мной политтехнолог Андрей Пателицын. Плюс 7 927 304 10 51 номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме. В связи с ситуацией, которая у нас есть, приняты меры поддержки бизнеса из центра, я имею в виду из Москвы, и на местном уровне, которые оценены аж в 15 миллиардов рублей. Я так, насколько знаю, вот по вашему каналу вы оценивали уже эту историю. Давайте для наших слушателей тоже скажем вот ваше мнение. Насколько эти меры вам кажутся правильными и действенными? Ну, тут надо разделить правильность и действенность. Это не связанные два критерия на самом деле, да. То есть мера может быть правильной и недейственной, и наоборот, да. Значит, во-первых, ну, список этих мер мне показался, ну, на данный момент очевидным и правильным. Как они будут реализованы, это большой вопрос. Значит, здесь, правда, я услышал у Муратова о том, что будет выстроена некая система контроля реализации вот этих вещей, и это радует, ну, в смысле того, что хотя бы есть надежда, что эти деньги не все украдут. И надо отметить такой момент, что вообще вот это принятие мер экономической поддержки на самом деле не до конца связано с коронавирусом. То есть понятно, что вот сейчас, когда произошло тотальное закрытие, например, малого бизнеса, то, ну, естественно, возникли проблемы и с занятостью, налогами, доходами и т.д. То есть какое-то количество людей в это вовлечено, и вот вроде как принято решение им помочь. На самом деле большей угрозой являются проблемы крупных предприятий. Вот как бы это цинично ни звучало, но малый бизнес как умирает, так и рождается очень быстро. То есть вот завтра, значит, вымрут и обанкротятся все владельцы мелких кофеен. Через какое-то время, когда немножко станет налаживаться ситуация потребительской возможности, тоже начнут расти у людей, эти кофеени снова как грибы появятся. Придут те же люди, возможно, новые, но откроются. Другие, эти же, неважно. То есть, ну, это звучит цинично, но с точки зрения экономики это абсолютно правильно. То есть страна, экономика снова получат кофейню, снова получат субъект налогообложения, значит, рабочее место и некий товарооборот. А вот с крупными и инфраструктурными предприятиями на самом деле все не так. То есть мы уже потеряли за последние 30 лет огромное количество предприятий, которые не можем восстановить или не сможем восстановить. Если мы потеряем остатки этих предприятий, то будет крышка. То есть вот берем, значит, Комертаусское вертолетное объединение, которое там наладо дышит и непонятно, как работает. Мы берем НЕФАС, который то ли съезжает в Татарстан, то ли не съезжает в Татарстан из-за нефтекамска. И еще ряд, значит, предприятий. У нас есть огромное количество нефтеперерабатывающих предприятий, которые имеют, ну, не до конца внятную форму собственности, там и коллективная собственность, и частно-государственная собственность. Ту же соду берем, то есть там частью соды владеет Башкортостан и в конечном итоге государство, да? Там нефтеперерабатывающий комплекс и прочее. Значит, вот эти предприятия на самом деле нуждаются в очень серьезном внимании и поддержке, потому что, еще раз отмечу, дело не в коронавирусе. Дело в том крахе нефтяной, значит, сферы, который вот у нас произошел 10 марта. То есть, я уже много раз говорил, что мы сами виноваты в этом. То есть, я имею в виду, мы это Владимир Путин и Игорь Иванович Сечин. То есть, вот есть два конкретных виновника этого, значит, обрушения. Они это инициировали, они совершили эту ошибку, мы теперь ее исправляем. Пытаемся исправлять. Я не знаю вообще, поправима ли она, но вот так. И здесь дело не в коронавирусе. Вот не зря в рамках вот этих мер, которые были озвучены Муратовым, значит, вот поддержки в Башкирии, вот этой экономической сферы. Например, компенсация валютной разницы для предприятий при закупке оборудования. Причем здесь коронавирус. Ни при чем. Резкий рост, значит, доллара и падение рубля, соответственно, вызывает, значит, вот эти проблемы. То есть, некоторые предприятия получили разницу в 30% и выше по стоимости этого оборудования. Эта мера конкретно нацелена на ликвидацию последствий действия, там, значит, Владимира Путина и Игоря Сечина, а не коронавируса. Вот, соответственно, ну, в целом я могу оценить этот пакет мер как, ну, действенный, наверное, хотелось бы верить, необходимый, своевременный, да. То есть, достаточно быстро. Мы видели, как Хабиров, например, подхлёстывал наше вот это нерадивое госсобрание, которое собирались там 26-го обсуждать. Он их принудил к тому, чтобы они обсуждали 12-го. То есть, ну, насилие, да, значит, депутаты не привыкли у нас интенсивно работать, но придётся. То есть, они должны принять ряд каких-то законодательных норм внутри республики, чтобы вот можно было реализовать вот эти меры поддержки. Там речь идёт о снижении налогообложения для малого и среднего бизнеса, речь идёт о снижении неких коэффициентов и так далее. Всё это принимается на законодательном уровне. Ну, то есть, в целом, да, я как бы не смог придумать, я не великий экономист, как и бактериолог, как и эпидемиолог, я начинающий экономист. Я не смог придумать что-то ещё, что можно было бы сделать, да. Вопрос теперь в контроле и реализации вот этих вот мер. Это очень важно на самом деле. Ну, если я правильно вас понял, то прогноз за счёт наложения этих двух негативных историй, а именно цены на нефть и коронавирус, он не очень благоприятный. Ну, это мягко говоря. Дело в том, что вот здесь вопрос запаса прочности, да. То есть, существуют страны с очень высоким запасом прочности, есть страны с хорошо диверсифицированной экономикой, и есть страны с очень низким запасом прочности, несмотря на массированную пропаганду рассказа о том, что мы великая энергетическая держава с гигантским запасом прочности, каким-то неизмеримым фондом национального благосостояния и абсолютно рекордным золотовалютными запасами, нашей прочности хватило там на 3-4 недели. Через 3-4 недели правительство России и правительство регионов заговорили об изменении в бюджете, о затягивании поясов и так далее, и так далее. То есть, речь идет об этом. Конечно же, последствия вот этого вот идеального шторма, когда наложились, дело в том, что вот в мире два фактора, да, нефтяной кризис и, ну, по крайней мере, в отношении тех, кого он касается, и коронавирус. В России три фактора. Это нефтяной кризис, коронавирус и деградация, значит, власти в России. Соответственно, вот эти три фактора для нас, конечно, они губительны. Ожидать того, что мы проскочим этот кризис, точно не приходится. То есть, и мы еще только в самом начале этого кризиса. Когда мы говорим про деградацию власти, вы имеете в виду конструкции всей, да? И конструкции, и ее эффективности в конечном итоге. То есть, настолько мы дошли до вот этого вот состояния, что власть неэффективна. Это самое страшное, что может случиться с властью на самом деле. Она может быть противной, она может быть коррумпированной, но если она еще и неэффективна, вот это вот уже ужас. А если бы 22 апреля состоялось голосование по конституции, и конституции, поправки, точнее, были бы приняты, вот эта вот власть, она как-то изменилась бы, она бы приобрела новую легитимность и как-то освежилась или нет? Нет, ну, о новой легитимности, конечно, речь не идет. Речь идет о том, что режим Владимира Путина, ну, он, находясь на излете по объяснимым биологическим причинам, он, ну, исключительно озабочен собственным сохранением. То есть, все вот эти меры, естественно, были для этого приняты. То есть, мы, конечно, не стоило бы рассчитывать на какое-то глобальное обновление, максимум была бы имитация этого обновления. Вот все. То есть, нет, конечно, тут... Что теперь будет, непонятно, но все-таки режим цепляется за возможность провести вот это голосование не в апреле, так в мае, и так далее, и так далее. Ну, посмотрим, тут как бы вот уже силы природы и биологии вмешались в эти процессы. То есть, на ваш взгляд, голосование так или иначе будет проведено? Ну, власти настойчиво стремятся к тому, чтобы его провести. Вопрос только когда, и вопрос уже вот все сложнее и сложнее становится объяснять эту ситуацию. То есть, почему был задан такой сумасшедший темп этих событий, там, день, 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 день Терешкова, на следующий день в трех чтениях, тут же, значит, поправки, тут же все на значение. Это дело в том, что, ну, людям не давали возможности осмыслить, что происходит. Чем дольше происходит разрыв между этими событиями и моментом голосования, тем дольше, больше времени людей на раздумья по поводу целесообразности, правильности и, как бы, вот этих процессов и так далее. Ну, сидя дома и особенно много времени об этом подумать. Да, ну, я надеюсь, что россияне и на это обратят свое внимание, то есть, отвлекшись от бесплатного порнохаба, они, может быть, задумаются и о судьбах там Родины, и, как бы, о том, что они своим детям оставляют. Ну, может быть, и так, не знаю. То есть, возможно, нас ждут какие-то серьезные изменения, или я так? Это гарантированно, Руслан. У нас точно будут большие изменения, причем, ну, это абсолютно историческая данность, это закон природы, то есть, так случится. Вопрос, в каком темпе они пойдут, вопрос, в каком направлении они пойдут, какие ошибки мы совершим в процессе этого обновления, да, то есть, и этих изменений, и какие ошибки совершит власть в отношении населения. Мы уже вот как-то привычно даже начинаем так формулировать, есть власть, есть население, да, это как будто бы это две противоборствующие силы, да. Но вот, тем не менее, у нас в России так. Так что вот от этого всего будет зависеть. Вот есть пара интересных вопросов от слушателей по поводу региональной власти вот в этой самой ситуации с коронавирусом. На ваш взгляд, кто на уровне региональной власти останется в выигрыше, когда все закончится? Вообще, это беспроигрышная ситуация и для региональной, и для федеральной власти. Я имею в виду коронавирус. Вот смотрите, ну, возьмем так на вскидку два сценария. Ситуация будет развиваться тяжело, долго и сложно, но в конечном итоге все равно закончится. Первый сценарий. Мы победили, нам было трудно, Путин уже сравнил коронавирус с войной, Хабиров уже тоже сравнил, значит, с войной. Все, власти победили, да, были жертвы, да, были это, но теперь сами понимаете, разруха, сами понимаете. То есть вот эти все истории с долларом и играми Сечина вот в этого нефтяного барона, они тут же будут нивелированы вот этими вот событиями, да. То есть это вполне будет убедительно звучать. Второй сценарий. Мы достаточно быстро справились с коронавирусом, там, предположим, конец мая, все пошло на спад, все замечательно, но и, слава богу, смотрите, как эффективно мы работаем. Поглядите, что было в Италии, а у нас как получилось. Слушайте, тогда в итоге получается голосование, поддержка, и все хорошо, никаких изменений. Да, можно и так использовать будет властям эту ситуацию, что, смотрите, мы победили страшную угрозу прямо у вас на глазах. Ну, не беда, что мы не регистрировали заболевших, не беда, что мы проявили там ничтожное количество тестов, и даже сами не знаем, сколько людей переболело этим коронавирусом, но мы его победили. Это же вопрос пропаганды. То есть как преподнести одну и ту же ситуацию, историю, как бы, ну, в выгодном свете для самих себя. Ну, то есть конкретных лиц, которые получат от этого преференции, какой-то профит в правительстве республики, назвать сложно. Не, ну, безусловно, есть люди, причастные и не очень к этой всей истории. То есть, скажем, если все пойдет, ну, скажем так, позитивно и поступательно, конечно, все, кто были на пике этой борьбы, там, всякие Ивановы, Забелин и прочие, они, конечно, будут, ну, в фаворе, они будут победителями и людьми, которые принесли результат. Конкретно. Хабиров, естественно, будет над этим всем, и тоже все будет зависеть от того, сколько ошибок они совершат в процессе этих всех событий, или не совершат их совсем, то есть, ну, если какой-нибудь Ирик, там, подними задницу с агитов, не начнет опять, значит, в прямом эфире чего-нибудь куролесить, то есть и не очернит тем самым, значит, власть, ну, значит, все, они молодцы будут, и Хабиров, естественно, свои дивиденды получит. Вот другой слушатель предполагает на этом фоне, что, опять же, ситуация с вирусом выгодна, потому что на него можно будет списать неудавшиеся реформы мусорную, транспортную и другие. Конечно, да, безусловно, то есть даже на таком локальном уровне здесь на земле можно будет сказать, что, ну, сами понимаете, мы вот сейчас перенаправили все ресурсы, мы бы рады были бы, мы вообще-то планировали, ну, вот, как бы подождать придется, да, там, потерпеть, подождать, там, подержаться и так далее, то есть у нас уже выработана вот эта вот система обещаний наших властей, да, и, конечно, я соглашусь с слушателем с тем, что вот эта вот внезапная напасть, она очень хороший повод, ну, не исполнять какие-то свои обязательства, это так. Ну, так или иначе, жизнь вот продолжается, и у нас даже кадровые решения происходят, в частности, в этот понедельник было объявлено, даже еще на прошлой неделе было объявлено об уходе председателя Госкомтранса Тимура Махметьянова, в общем, уход с поста, но не уход из команды, вот, как вы эту историю прокомментируете? Ну, Тимур Афисович никогда не был в команде Хабирова, ну, то есть, по тем признакам, по каким вот считаются команды, да, то есть, во-первых, эта команда очень охраняет этот круг, она никогда не пускает, да, никого по стороне, очень ревностно относится к, я имею в виду, это истинную красногорскую команду, вот эту вот породистую, настоящую, значит, как бы еще там выразиться, ну, то есть, вот, остальных они, конечно, с пренебрежением не причисляют к этой команде, Тимур Афисович никогда не был в этой команде, да, значит, второе, то, что его там оставили где-то на непонятной, значит, должности, не названной должности и так далее, но это очень сейчас симптоматично, то есть, вот, как у Путина тоже уволенный министр, сразу становится его советниками. Это некая такая ротация, иногда это некий резерв, но в данном случае, я думаю, что это удержание от каких-то резких поступков и каких-то действий со стороны Мухаммедьянова, то есть, вот так было, например, с Сарбаевым, да, то есть, нейтрализация Сарбаева, да, то есть, пиджак, джип, фонд и все, но зато теперь он тихий и спокойный и безопасный, вот, то же самое примерно, а вот по поводу назначения господина Морзаева на эту должность, вот здесь это, он, конечно, темная лошадка, то есть, вот, я лично почти ничего про него не знаю, хотя сейчас интенсивно собираю информацию, ну, это как минимум странно с точки зрения, там, ну, опять же, варяги, опять, значит, там, не башкиры, ну, и набор вот этих вот упреков, которые идут в адрес Хабирова в кадровой политике, но посмотрим, тут надо смотреть на вещи трезвое и взвешенное и по делам судить, во-первых, а во-вторых, ну, вот, обратная сторона этой всей истории у меня, например, вызывает даже какую-то атовистическую симпатию, это интернационализм Хабирова, то есть, ну, тут нельзя не согласиться, что человек абсолютно равнодушен каким-либо националистическим принципам в плане вот кадровой политики, да, ну, может быть, это и хорошо. Посмотрим. То есть, есть шанс, что выбирается все-таки по делам, да, по характеристикам, профессиональным? Шанс есть, и можно так предположить. Посмотрим, посмотрим, насколько человек справится с этой очень сложной задачей, потому что задача мега сложная, и если не говорить, что она даже неисполнимая, то есть, привести в порядок дороги России, это задача для богов, а не для людей. Соответственно, ну, посмотрим, вопрос эффективности. Вот еще одно кадровое решение, оно не столь значимое, но, опять же, некоторые наблюдатели пишут и обращают внимание на то, как это было реализовано. Я имею в виду отставку главы сельского поселения села Ермолаево, да, во время оперативки это произошло. Значит, претензия главы республики была в том, что он вернулся из отпуска вместе с женой, вышел на работу, а жена вообще врач, значит, лечила людей, и, в общем, потребовала он уволиться, и человек уволился. Хотя, вроде как, формально, вот, человек из такой должности должны уволить, там, депутаты совета, да, которые его нанимали. Ну, это во всей красе развернулось, во-первых, вот, ну, уже становящаяся знаменитой эмоциональность Хабирова, то есть он, ну, презрев все законодательные нормы и правила, и принципы, значит, дал указания главе района... Ну, его же можно понять? Юлаю Талфовичу. Человек же поступил плохо. Понять можно все, что угодно. Простить нельзя, не все можно. Вот в чем дело. То есть нарушение здесь законодательных принципов налицо, да, то есть глава региона указывает главе района уволить главу сельсовета. По сути, так прозвучало. При том, что глава сельсовета, это избираемая должность, вообще-то депутатов сельсовета избрали граждане. И отозвать их с этой должности могут только граждане. Либо, может быть, приостановлен их статус, там, ну, по каким-то уголовным, ну, есть-то несколько причин, да, то есть... Как мог Хабиров дать такое указание? Как юрист не мог. Как человек, да, то есть он возмутился. Это действительно возмутительная ситуация. То же самое касается главы Архангельского района Аминева. То же самое касается, значит, мэра Уфы Мустафина, министра экономики Игдесамова, как ее там фамилия? Игдесамова. Да, Игдесамова. Вот. То есть они все, собственно, вот в этой обойме. Но человек сам написал заявление на увольнение, а мог написать и сказать, смотрите, да, вот есть закон, пусть меня депутаты отзывают. А человек согласился, сам виноват. Ну, испугался. Нет. Его можно понять. Глава сельсовета и глава республики. То есть у нас этот патернализм никто не отменял. И, ну, я не знаком с этим человеком лично, ну, у каждого есть своя мера мужества, смелости, принципиальности и прочее, да. Ну, возможно, на фоне вот действительно вот этой вины, которую он, наверное, испытывает за этот поступок, может быть, он там все вот и сложилось вот так, что он счел, что это действительно недостойно его там занимать этот пост и так далее. Но мы говорим о юридической грамотности главы республики, о посылах, которые он дает в открытое пространство. И тем самым, например, он нам сказал, что он может увольнять избранных депутатов. Ну, по сути, да. Так получается. А говорит ли это о грамотности? Все-таки, может быть, это говорит о неких вот нормах поведения? Ну, и нормах поведения тоже, да. То есть тут, ну, не будем давать оценку, там, скажем, воспитанности, невоспитанности Хабирова. Это очень сложный вопрос. Тут надо разбираться, да. То есть воспитание вообще очень сложная категория. Но надо понимать, что можно было ведь и по-другому сформулировать. То есть он мог бы обратиться к совету этого, значит, муниципального объединения и сказать, я прошу вас дать оценку, проанализировать, значит, правильность, этичность его, значит, поступка. Может ли он в дальнейшем быть примером для сельчан и возглавлять сельсовет? Подумайте об этом, господа депутаты. И посыл был бы понят, воспринят, да. То есть можно было бы так сформулировать. Тем же. Результат был бы, безусловно, тем же, да. А в данном случае мы видим, как человек, ну, как вот, ну, если бы я не знал, что Хабиров юрист и кандидат юридических наук, я бы предположил, что он, ну, неграмотный человек. А в электоральном смысле какой способ лучше? Вот который вы предлагаете или который был выбран? В электоральном смысле, конечно, у нас все еще любят жесткую руку. У нас многие вообще, кстати говоря, вот я обсуждаю эту проблему с этим товарищем из этого сельсовета, столкнулся с тем, что люди вообще-то считали, что это правильно, так и есть. У нас вообще многие думают, что и депутатов, и председателей Советов назначают. То есть настолько вот это деградировало собственное понимание, как бы, вот этой системы власти в России, то есть, ну, многие даже не знают, что их избирают. То есть, как бы это вот, к сожалению, конечно, людям нравится жесткая рука, они видят, как там доблестный руководитель навел порядок. Он действительно навел порядок. Ну, то есть, в данном случае способ работы и стиль радиохабирования, это абсолютно востребованная вещь, которая нужна публике. Части публики, да? Больше части. Нельзя говорить за всех. Не могу судить, больше или меньше. Потому что очень многим прийдет вообще вот его стиль руководства, очень многим на самом деле. То есть, его, к сожалению, ограничивают от реальной информации, он не знает, насколько он нравится на самом деле населению. Ну, то есть, вот эта система инцидента, она барьером стала вокруг него, и она не дает ему самому понять реальные картины. И, кстати говоря, это очень опасно на самом деле. То есть, однажды может получиться так, что он столкнется с ситуацией, что, оказывается, он не нравится никому. Вы что имеете в виду? Я имею в виду, ну, вот эту вот чистку вот этих вот комментариев. Вы имеете в виду блокировку пользователей? Блокировку пользователей, да. Вот это то, что идет постоянно, регулярно, эффективно и прочее. Но ведь система инцидент, она про инциденты, а не про рейтинг. Все верно, да. Но через нее можно было бы параллельно получать и реальную картину, реальную температуру по больнице, да. То есть, но, к сожалению, это невозможно. Притом, ну, стили, которые Прочаковская практикует, то есть, они там каленым железом выжигают любую критику. А уровень этой критики говорит ведь об уровне поддержки, так ведь, да. То есть, если он низкий, это хорошая поддержка. Если он высокий, там, волнообразный. То есть, здесь очень много, на самом деле, данных, которые можно было бы использовать власти, ну, себе во благо, во-первых, во-вторых, для решения каких-то проблем. Они просто игнорируют эти возможности. Вот нам еще напоминают, опять же, один из моментов, связанный с коронавирусом, а именно попытки перекрытия границы со стороны якобы властей Татарстана, то ли там местных властей города. Мост через реку Ик, значит, в Октябрьском, с одной стороны, был перекрыт. Вот это вот, наши власти уже объяснили, что нет такой инициативы, нет никаких приказов вообще ничего перекрывать, да. И все эти истории в соцсетях, в мессенджерах, что там где-то выставили посты, людей не пускают из села и так далее, это все ерунда. К сожалению, да, полнится слухами пространство об этом, про какие-то мифические знаки, которые завешены пока временно тряпками, и скоро их откроют и там прочее, да, какие-то блокпосты, автобусы с росгвардейцами, то есть вот эти все слухи, вот они вот бурлят, это, во-первых, признак плохой информированности, значит, плохой системы информирования, населению четко не доводится ситуация. А куда уже лучше? Эти брифинги все в онлайне, каждый может посмотреть. Ну, они пустопорожнее там, ну, вот в том смысле, что Прочаковская задает вопросы, заранее отработанные, а Ирик Сагитов заранее, значит, на понаписанной бумажке отвечает. Вот в чате прямо вот мы пишем вопросы, тут же их читают, задают. Согласен, да, то есть, ну, я имею в виду, я готов констатировать, что в среднем населении не информировано. Посмотрите, сколько зрителей у этого брифинга. Ну, несколько тысяч там. Ну, несколько тысяч. Ну, а у нас вообще-то 4 миллиона человек живет в Ашкирии. То есть, соответственно, я все-таки настаиваю на том, что информированность населения крайне низкая, а слухи — это страшная разрушительная вещь. То есть информировать нужно многообразно, регулярно, и даже, в общем-то, где-то назойливо. Потому что, ну, вот проникновение информации в массы населения очень низкое. И отсюда вот эти слухи, да, здесь блокируют мост, здесь еще что-то делают. Ну, и потом почитайте указ ради Хабирова. Рекомендовать местным властям и органам правопорядка ограничить, и дальше идет вот там, как вот, то ли ограничить, то ли рекомендовать. Вот это вот очень опасная формулировочка насчет перемещения людей из района в район, из муниципалитета в муниципалитет и так далее. Чем они будут мотивировать это ограничение, пока непонятно. Но пока вроде бы все работает. То есть я не видел реальных подтверждений, там, перекрытий каких-то трасс, каких-то мостов, еще чего-то. То есть, ну, посмотрим. Ну, если говорить про конкретный мост в Октябрьском, он действительно якобы был заставлен блоками, не якобы уже, а точно со стороны Татарстана. То есть вот это вот, если действительно взять за основу, что так оно и есть. Ну, это дурость какая-то, на самом деле. Потому что до тех пор, пока... Ну, кто-то оценивал, скажем, необходимость этого моста с точки зрения, там, ну, снабжения стратегическими продуктами, еще чем-то, ближайших территорий, примыкающих территорий. Кто-то может на себя взять ответственность и сказать, что перекрыв этот мост, мы не повлечем за эти проблемы, да, каких-то. То есть цель перекрытия понятна, да. То есть это все та же изоляция, да. То есть ее там одна из мер изоляции. А вот какие будут результаты? То есть если завтра мы отключим электричество везде, какие будут результаты, последствия? Если завтра мы... Вот сейчас мы ограничили авиасообщение, да, то есть внешний мир вообще перекрыт, там между городами этого все меньше и так далее. Есть цели и задачи этого ограничения. А здесь по этому мосту кто-то просчитывал вот эти последствия? Ну, то есть, ну, я не уверен, что это так было. Ну, буквально еще полминуты. Вот на ваш взгляд все-таки такой, может быть, вы не эксперт в этом вопросе, но все-таки насколько эта вся история продлится с изоляцией, с карантином, так называемым? Ну, есть научные прогнозы, есть какие-то политологические попытки это все прогнозировать. Надо, конечно, опираться на мнение врачей. И вероятнее всего, ну, мы, Россия попала немножко в хвост ситуации. Это очень хорошо, очень выгодно для России. Возможно, мы справимся с ситуацией несколько быстрее иных стран. Покасательные. Да, ну, не покасательные, здесь избежать крупной пандемии не удастся. Возможно, мы сможем использовать опыт других стран или еще что-то, да? То есть, я думаю, что, ну, не менее двух-трех месяцев эта история продлится. Спасибо большое. Это был политехнолог Андрей Патрицын. Всем пока. До свидания.